Спасибо большое за приветствие. Хочу сказать, что над этой темой мы работаем последние около 4-5 лет. У нас был грант Российского научного фонда, который я возглавляла. И как раз в его рамках мы реализовывали данную тему. Как к ней пришли? Потому что, наверное, она вышла из актуальности. А что же это такое? И как изучать этничность? И если на Западе эта тема как-то, ну, киберэтнография, понимание, как изучать, допустим, религию, диаспоры, расизм, то очень интересно, как нам показалось этнографом, потому что профессиональный этнограф и оканчивал, защищал диссертацию по народу, по нагайбакам, кто был на лице. Вчера и сегодня уже ознакомились с этим народом. И стало нам понятно, что, и мы сегодня тоже это обсуждали, что этничность – это, в общем-то, мы про трансформацию. То есть, если у нас мы не особенно приемлем такой термин, как этнос, что нечто такое статичное и недвижимое, нет, этничность – это нечто развивающееся. В том числе происходит социальное пространство, оно касалось абсолютно всех, не только нас с гаджетами, но и народы. И я не буду касаться, но сейчас хороший режиссер, мой знакомый, снимает кино про тиктокеров, оленеводов, которые имеют огромное количество подписчиков. И, собственно, ради этого уже совершаются различные кослания, комлания, то есть, чтобы это выложить в сеть. По поводу вообще кибер-мира и к чему, что мы вообще под этим подразумеваем. Вот сегодня, кто был на утренней лекции, мы обсуждали вот такой мир Учукчей, он был такой, как бы мир сакральный, кто смотрел фильм Пиктемель, и мир реальный. То есть, кино было на грани такого, сакрального и реального. Здесь тоже мы говорим о двух каких-то мирах. Причем, в чем сложность исследования этой темы, киберэтнографии, скажу честно, вот мы написали книгу в прошлом году, писали ее вот в это время очень активно, трудно, потому что это феномен еще не сформировавшийся. А сейчас по событиям, то есть, книжка у нас вышла, исследование такое сделано было, допустим, где-то к зиме, в декабре, в ноябре. Сейчас происходят различные события, и точно такое же, как закрытие социальных сетей, и такой усложненности перезайти в некоторые социальные сети, как Facebook и Instagram, это тоже по-своему, тоже киберэтнография, и к этому нужно как-то тоже подступаться. Пока сложно так, хочется наблюдать. И вообще вот этот диалог и дискуссии в сетях, которые возникают, происходит, это все, конечно, этнография, которую ты его видишь снаружи, но чтобы так прям понять, как это изучать, нужно, чтобы материал укладывался. В этом сложность. Сложность в том, что киберэтнография и кибермир – мир, который еще не сформировался. Как режиссер, как мне представили у меня, сейчас мы работаем полнометражным фильмом игровым, есть задача в том числе, как снимать кибермиры. Это очень такой, ну, как одна из таких возможностей, как с этим работать, в общем, пока в творческом поиске. Я начну, хочу сказать сразу же у нас здесь про то, в большей степени про этничность, и как вообще изучать с помощью полевого исследования, как вообще в полях этнографы, если вы знаете хорошо, ездят в различные экспедиции по миру живому, то теперь происходит этнография, мир такой виртуальный. И изначально, как к этому относились этнографы и антропологи, вообще многие считают, что изначально, когда все появилось, и до сих пор считают, что, в принципе, вообще вот эта вот двойная жизнь, двойной миры – это всегда было нечто, то, что присуще человеку. То, что мы сегодня смотрели в фильме «Пиктемель» – уход в какие-то миры, точно такие же шаманы, которые там с духами предков, и так называемые такие, допустим, вот эта вот наскальная живопись, которая давала какой-то диалог, и вот через огонь люди, через различные петроглифы и изображения пытались воспроизвести какой-то новый мир. В общем-то, все это оттуда же. Оттуда происходит вот эти альтернативные миры, киберпространство. Просто, допустим, у нас произошла трансформация в то, что сейчас мы перешли, возможно, из тех миров, что было свойственно тому человеку, вот в такие. Когда только… И поэтому здесь вот одно из таких важных вещей, которая произошла с киберпространством – это появление игра «Сим Сити», которая 2000… Кто-то, может быть, играл, если было популярно, я не играла, но знаю, что очень многие это любили, потому что там можно было воспроизводить город и вообще какую-то отдельную жизнь, и все очень сильно этим увлекались, можно было очень быстро все построить. И исследователи говорили, да, ну, в 96-х годах вышла эта игра. И все считали, что теперь практически жизнь даже и не нужна, не нужно будет реально как-то существовать. Жизнь очень известный антрополог Постер, который вел термин «виртуальная этничность», говорил, что теперь мир, которым мы живем, можно просматривать через очки, и они будут реагировать на стимула от участника и участников. То есть все, что мы хотим произвести, какие-то там, допустим, вещи, они можно будет делать автоматически, не прибегая ни к чему. И, ну, по сути, можно было, по сути, вообще от всего живого мира постепенно, возможно, отказаться. А сейчас, ну, есть разные к этому подходы, еще пока непонятно, будет ли это в кратчайшее время. Не будет этого, потому что дискуссия о пандемии очень такую сделала интересную здесь вывод, что как вообще мы относимся к зуму и к реальности и виртуальности, насколько кому удобно, вот это было преподавание, кто преподавал, вот, кому-то было очень сложно. Мне даже это было очень сложно, потому что нет у тебя живого оттлика. Ну, возможно, машины и будут компенсировать это, наше такое вечное желание какой-то социализации, такой социальности, какой-то присущей нам стаинности и стадности. Вот, поэтому, более того, некоторые даже опасались, что машины захватят мир. То есть в таком виде это был тот момент, когда казалось, что машины вообще нет никаких абсолютных границ. Куда это пойдет? Это пойдет завоевывать человечество, что, кстати, в том числе отразилось в голливудском кинематографе. Вот, естественно, вот эта ситуация в 80-х, 90-х годах привела к тому, что нужно было понять, а что это вообще такое, что у нас за киберпространство. Вот, в первую очередь, допустим, все понимали, что теперь можно общаться, и никто не знает, кто ты. Картинка, которая сверху, это самый популярный мем и самый дорогой мем в мире. В интернете никто не знает, что ты собака. Он разошелся по различным изданиям, американским, европейским, и таким стал хитом в свое время. Ну, такой известный, такая вещь. Вот, поэтому здесь стало понятно, что помимо... Ну, то есть, что дает, если смотреть таким образом? Да, что нам дает анонимность? С одной стороны, все там переживали, ой, это так никого не видим, очень плохо, теперь сложно изучать, как нам понять, с кем мы разговариваем, с бабушкой, с дедушкой, с собакой, с кошкой. Ничего не понятно. Но другие этнографы говорили, знаете, это очень удобно, потому что раньше некоторые люди закрывались, когда у них спрашивали, какие ли вопросы. Например, такие вещи очень закрытые, типа криминального мира. А теперь очень удобно изучать, зная, что... Человек, когда знает, что он закрытый, ему не нужно говорить, кем он является. Такая же история с проституцией, например, ну, такие американские исследования, что теперь это гораздо удобнее, потому что люди могут отвечать на вопрос, мы можем это поле каким-то образом реализовывать через анонимность. Поэтому здесь вопрос, хорошо это или не очень хорошо. Вопрос, сложность в том, что появление новых источников. Вообще все интернет-релайчет, один из... Это вообще первый такой чат в мире, который сейчас у нас трансформировался в такой, там, Телеграм, Ватсап, социальные сети, Фейсбук, Инстаграм, все началось примерно оттуда. Вот, то есть по сути своей, это тоже как такая присущая, одно из первых, что вообще, вот мы, когда появилась машина, что одно из первых там появилось, это вот такой интернет-чат. То есть первое, что мы начинаем компенсировать, это нашу такую социальность, наше желание общаться друг с другом. И до сих пор у нас, мы смотрим на самое, что у нас наиболее популярное, даже вот в какой-то момент, я не знаю, что сейчас, насколько эффективны сайты, но многие из сайтов переходят просто на социальные сети, потому что они лучше работают. То есть это такая возможность активной коммуникации. То есть раньше были форумы, но они какие-то были, как будто бы там сбоку, да, то есть есть информация, допустим, про какой-нибудь, какой-нибудь, не знаю, ресторан, вот немножко можно про это поговорить. А здесь в социальных сетях это выходит в первую очередь, потому что ты можешь сразу же каким-то образом высказаться. Точно такие же отзывы, которые встали там, допустим, на Яндексе, в Гугле, это тоже очень популярный жанр, потому что ты имеешь право высказывания, не просто так посмотреть и лицезреть. То есть нам нужно все время на что-то, нужна какая-то реакция. Что здесь? И да, вот эти социальные сети, и вообще очень сложно стало работать с источниками. Это огромный массив информации, то есть если раньше ты приезжал в поле, с появлением фотоаппаратов, у тебя появился фотоаппарат, видеокамеры, видео, и это уже казалось, ну очень много записал, много различного аудиоматериала, расшифровал, вроде ты все равно можешь понять, что у тебя есть. Здесь не очень понятно, как вообще с этим работать, потому что у тебя есть очень-очень активно, если кто-то из вас работал, у вас было полевое исследование, допустим, каких-нибудь дискуссий в ВКонтакте, ну просто это, вот у меня есть, я изучала Кряшин, переписка Кряшин, там 100 человек многолетние, упорная переписка, однажды мы ее изучали, это было очень сложно, ты просто совершаешь подвиг, когда пытаешься найти что-то ценное, из этого ценное вычленить другое, это огромное количество времени, сил, и здесь, конечно, нужен тоже свой метод, а что мы берем, что мы не берем, то есть просто вот такие разговоры, это часы, это годы своего времени, как проводить исследования, тоже вопрос. Здесь очень интересно, что появилась новая роль интервьюера, то есть очень многие стали не просто наблюдательным, приехали, ну стандартная ситуация, я уже такую много утрирую, приехал в деревню, собрал материал, уехал, здесь уже, например, при изучении, то есть вообще стали такие не из тем их современных, антропологических, это, например, изучение видеогеймеров, и понятно, что если тебе вообще хоть немножко в этот мир войти, тебе нужно быть в этом более-менее каким-то профессионалом, и вот исследовательница Нарди, американская, она рассказывала, что здесь, с одной стороны, вау, как здорово, теперь ездить в поле, то есть ты платишь 50 долларов за игру, у тебя просто компьютер, и ты заходишь в компьютер, и у тебя уже полевое исследование, но здесь нужно уже понимать, что чтобы вообще в этот мир каким-то образом войти, допустим, геймеров, ты должен быть профессионалом в этом геймерском искусстве, то есть многие стали абсолютными профессионалами и победителями вот в этих каких-то таких вот баталиях, типа WorldCraft, то есть там, если я сейчас не ошибаюсь, было рассказывание, что пишет, рассказывает, цитата, «Нужно взять на себя обязательство играть несколько или более вечеров в неделю, в дополнение ко времени потрачено на подготовку к самим рейдам». То есть, и она тратила, рассказывала, что тратила экстраординарное количество времени для наработки навыков игры, обретения совместного социального интеллекта и получения места в рейдерском отряде. То есть не просто в это все войти, нужно еще это все хорошо знать. Многие исследователи стали даже лидерами сообществ, которые не изучают. Кто-то, допустим, какие-то там изучал фанатские движения и стал лидером этого фанатского движения. Интересно, что стали появляться новые площадки по изучению, ну, вообще собрать материалы. Есть такая была площадка Перу Диджитал, где просто этнографы создали сайт и сказали с таким исследователем, перуанцем, вот мы собираемся по этим темам, что-то, пожалуйста, пишите сами. Вот нам такой материал, в общем, такой немножко ленивый сбор, что, в общем-то, где-то облегчает задачу, а с другой стороны оно дает возможность понимать вообще, что людям интересно, что людям важно. То есть есть тоже такая небольшая дискуссия о роли исследователя в полевом исследовании. То, что мы приезжаем и в несколько так давлеем и говорим, вот нам, хотя бы сказать, знаете, у меня тут вообще, я тут про кур или не знаю, про свиней, у меня вот эти темы волнуют. Ты говоришь, нет, какие у вас традиции? Вообще у нас тоже такая шутка. У этнографов, когда молодые этнографы приезжают, вот студенты, там такая фраза была у нас однажды, подходит молодой человек к бабушке и говорит, здравствуйте, у вас есть традиции? То есть все примерно на уровне, что нет, ну окей, хорошо. То есть не какого-то там погружения, а что, как, где, еще по поводу материала, это последний пункт, быстрое устаревание источников. То, что мы создаем и то, что мы вообще это исследование делаем, оно очень быстро устаревает. И то есть какие-то, какое-то картографирование, то есть такое высказывание, что вот эти карты виртуальные, они могут быть ценными, но никогда не станут бесценными. То есть это такое, не шедевры, которые мы можем там создать, найти, это будет на века, а то, что мы создали в киберпространстве, это как роль, если мы до этого дойдем, а роль лидеров, которые в киберпространстве, которые приходят и очень-очень резко приходят, и такое же быстро происходит угасание, если раньше на лидерство можно было тратить десятилетия своих сил, там, времени, чтобы стать такой глыбой. Сейчас это очень быстрое, например, то же самое тиктокерское, быстрый взлет, но при этом чаще всего это такое же быстрое происходит падение популярности. Вот такой эффект киберпространства. Дальше я расскажу про трех исследователей, которые одни из стали такими столпами киберэтнографии. Как они к этому относились? И что они исследователи? Кристин Хайн, это австралийский ученый, она считала, что нужно, как вообще изучать виртуальные миры? Она считала, что нужно изучать и виртуальные, и реальные миры одновременно вместе, не разделяя их. У нее было ее в качестве кейс-стадии, она проводила собственные исследования, реакции на дело британской няни, которую обвиняли в убийстве младенцев. А дело было в Соединенных Штатах Америки. Это было в 90-х годах. Это была такая дискуссия в том, что она была британка, которая находилась в Штатах, и британские, американские пользователи начали по этому поводу обмениваться информацией. И был такой феномен, что американцы считали, что надо ее обязательно обвинить, потому что она непредумышленно убила младенца восьмимесячного, другие считали, что нет, там какие-то другие были проблемы. В общем, все это скончилось к тому, что началась такая англо-американская интернет-баталия. И она, мы же не ждали, то есть вообще происходили чаты, разговоры, переговоры. Все ждали, когда там был уже суд, то есть даже создавали специальные какие-то сайты, в которых показывали там сайт в черном цвете, чтобы показать ужас в ситуации, которая творится с бедной британкой, которая находится в тех штатах. Вот. И даже один из пользователей высказался, что дело Луизы Вудворд стало чем-то вроде англо-американской битвы. Янки хотели ее смерти, а мы, британцы, были очень наивно патриотичными, потребовали ее свободы. И она рассказывает, то есть она рассказывала Кристин Хайн, что она погрузилась вот в это исследование настолько, что когда было вот, допустим, уже прям слух, она прям, ты уже в интернете, ты уже вот в этих баталиях смотришь, все, и перед оглашением результатов, по-моему, там накрылись все абсолютно сайты, и это был такой абсолютный провал, что ты, о, ты почувствовала, ты уже в поле, а поле уже от тебя вышло, потому что перегруз, и вообще, в конце концов, она здесь и сейчас не смогла узнать это исследование. Зато она прочувствовала вот ценность того, что она находится в настоящем таком кибер-поле. Затем, в общем-то, она считает, что из таких ее пониманий, как проводить исследования, она считает, что нужно изучать, естественно, сейчас уже не место, не какую-то деревню, а определенную тему. То есть, вот ее тема, она берет, и здесь уже практически место нам, интернет просто это вне места, поэтому здесь нужно изучать какие-то темы. Вот, и какие-то границы, то есть, интересные исследования, которые она сейчас проводит, это про то, как границы входа в различные сообщества, это хорошо или нет. То есть, на самом деле, в какой-то момент, это к чему я веду, что кажется, что такая закрытость каких-то сообществ, она не отталкивает людей, а наоборот притягивает. И во многом успех Клабхаус, который был изначально, но сейчас, как я понимаю, уже у Клабхауса успеха особенного нет, был обусловлено тем, что это было абсолютно закрытое пространство, кто туда заходил, можно было войти только по приглашению, но так как там участвовал и Олег Тиньков, и Маск, все думали, ну, вот есть возможность зайти, вроде как все такие, ну, такое закрытое сообщество, не для всех, я тоже хочу туда попасть. И это идет, наоборот, как реклама своего рода. Вот. Вот такое тоже исследование. Далее, Кристин Хайн, затем Тома Биллсторф, который считает, наоборот, нужно не совмещать виртуальность и реальность, нужно изучать абсолютно виртуальные миры, как они живут, как у них происходит жизнь, зачем нам реальность, когда у нас есть совершенная жизнь виртуальности. И он изучал, я не знаю, это не игра, конечно, Second Life, может, это было такое виртуальное пространство, виртуальный мир Second Life, где можно себя сделать таким, каким ты хочешь, заниматься, построить себе дом, участки каких-то таких отношений, спорить с соседями, то есть там абсолютная реальность, которая происходит, то есть там у тебя могут быть проблемы с полицией, если ты слишком кромко включишь музыку у себя дома. Вот. И всякие, всевозможные такие приключения, и как они живут в совершенном отрыве от реальности. Наоборот, он говорил, что исключите, когда в виртуально исходила какая-то реальность, по-моему, какая-то история была там про выборы Трампа, что-то такая дискуссия. Говорил, нет, я вот это и намеренно не изучаю, потому что вот Трамп это из реальности, а мы смотрим, что происходит именно в том пространстве. И он, во-первых, он сказал, как стало удобно мне изучать пространство, потому что он изучал, если не ошибаюсь, сексуальные меньшинства в Индонезии, им было очень сложно собирать, вообще находить интервьюеров, собирать фокус-группы. А теперь он собирал, то есть он создавал вот такую комнату, собирал людей, приглашал, причем сам он сконструировал эту комнату, дерево посадил, скамейки поставил и собирал людей, которые тоже, допустим, в этой теме занимались, ну или здесь уже не про реальность, а про то, что для них, допустим, Second Life является. Собирал вот эту фокус-группу и с ней общался. И очень это было удобно и гораздо проще было собирать, потому что, во-первых, она точно так же анонимная и, может быть, люди в этом смысле более открыты. Поэтому здесь и с одной стороны это все в вашем воображении, то есть это тоже изучение, насколько мы можем далеко пойти, там, где мы можем делать все, что угодно. Это раз. А во-вторых, опять же он говорил про свои проблемы при изучении Second Life. Они состоят в том, что там очень большой массив информации, то есть разного рода вот эти сборы, общение. Это все у него выходило какие-то, просто, не знаю, километры, это как вот километры пленки. У него тоже какие-то часы, десятки, сотни, тысяч часов вот этих интервью, которые он собирал, которые нужно было упорядочивать. И он, это все вышло у него тоже в отдельные исследования, в отдельную книгу. Это у нас Том Беллсторф. И известный, довольно популярный в России Даниил Миллер, это проект VaviPost, может быть, вы его услышали, который считал, что чтобы изучать виртуальность, надо начинать с физического исследования. То есть вообще у него знаменитое высказывание, если вы хотите пойти в виртуальность, исследовать виртуальность, не начинайте оттуда. По сути, они попробовали сделать исследование практически по всему миру. У них сейчас, по-моему, не очень работает, но был такой проект, по изучению, вот они приглашали всех исследователей со всего мира, в том числе из России, кто-то изучал, если не с ошибаюсь, набережные Челны, в том, чтобы прям провести, не задавать людям одни и те же вопросы про социальные сети и получать ответы и их сравнивать. Наиболее успешно у них вышли книги целые, книги, целоночные издания, они все в интернете висят, они их выкладывают, про Чили, Бразилию, Восток, Восточную Турцию. И так далее. В общем-то, методика состояла в том, и она, кстати, очень напоминает отчасти такую антропологическую, киношную методику, что тебя забрасывают условно в Турцию, ты изучаешь какой-то город, и ты живешь там не менее 15 месяцев. Находишь там себе основной крупный план. Это такая тоже кинометодика, что ты берешь какого-то одного персонажа, вообще он в кино, в любом документальном, игровом, как правило, есть определенный герой, главный герой, и здесь точно так же находим главного героя, по нему изучаем, что можно сделать, и впоследствии делаем исследование, то есть через него мы входим в весь остальной мир. Много он говорит о том, что как вообще это проводить, очень важно твой внешний вид, там целая была история, как индус сперва одевался, он как в одном из, не помню, какой-то деревни, что он сперва одевался в такой, как в костюм строгий, его не принимали, затем он переоделся в какую-то просто джинсы и футболку, его принимали вообще за другого человека, что он какие-то кредиты им предлагает, и когда он проколол два уха и стал одеваться в такую традиционную индийскую одежду, тогда его начали принимать и активно с ним общаться, то есть, например, это про то, что нужно этнографу стать, чтобы найти сообщество этнографа, нужно стать хамелеоном. При этом, кстати, проводя исследования, они говорят не о том, что вот такое тоже у нас происходит, некоторые всегда плач, как вот мы сегодня обсуждали, плач, что этнос уходит, язык забывается, точно такой же плач, и что виртуальный мир, это у нас уже не те отношения, все испорчено, грубо говоря, что мы немножко уже не те, вот нет того единства, которое было, у нас все через социальные сети. Он показывает, что для некоторых, например, в промышленном Китае, наоборот, реальность, не виртуальность, является гораздо более честным и чистым пространством. Например, дружба в интернете имеет название чан, чище в переводе, и несет прагматических мотивов, которые часто есть в оффлайн, в реальной жизни. По словам, жизнь жителям индустриального Китая, они, онлайн-друзья, любят вас, разговаривают с вами, потому что им действительно нравится, что вы, это вы, а не потому, что вы богаты, чтобы они могли занимать у вас деньги, или вы могущественны, чтобы они могли получать от вас работу. Здесь в интернете все намного чище без участия власти и денег. Даже некоторые вещи, например, в Чили считается признание любви на Фейсбук гораздо более сильным, чем признание в реальность. Если ты всем об этом объявил на Фейсбуке, тогда это, о, это случилось, если тебе просто об этом сказали, но это так еще на 50%. Вот. А киберпространство имеет даже собственные стереотипы о том, какими люди хотят выглядеть в киберпространстве, как они, допустим, выкладывают аватарки. Вот в Тринидаде и Табаго там все пытаются женщины быть очень гламурными, мужчины такими хип-хоперами, рэперами, с такими там, с мужчинами немножко джинсами, но может себе это все так немножко представить. Например, в Британии история про то, что там очень такой алкоголь, то есть мужчина с пивом, а женщина с вином, это какое-то обычное дело, что нужно обязательно где бы ты ни был, а какую-то, какую-то хочешь себя продемонстрировать, что же случилось, женщина с вином, мужчина с пивом, и поэтому здесь алкоголь какой-то является, какую-то, я не знаю, отдельную социальную, не знаю, маркер, и считается абсолютно нормальным и очень правильным, и у них очень много мемов, таких шуток про алкоголь. Открытие, он сделал три открытия социальных медиа, Миллер и его команда, он считает, что социальные сети, во-первых, не делают людей более индивидуальными, напротив, они становятся наиболее социальными, то есть киберпространство это все про социальное общение, а не про отход от мира, это раз. Вторая его такая важная особенность, что интернет на самом деле он не мешает образованию, как мы считаем, вот мы сидим в интернете, пока там лектор что-то читает, наоборот, для многих это является и есть образование, например, в странах, где они не могут получить образование в какое-то очень хорошее, типа Китая, в каких-то промышленных зонах, интернет выступает его источником. И он рассказывает про то, что очень много появилось видов селфи, как какой-то отдельный вид культуры, и это тоже отдельное такое исследование, которое можно тоже изучать, но пока об этом не будем. Какие есть виды вот такого киберэтнографии? Что мы посмотрели, как, что случилось, кто, что изучал, и как это можно исследовать? Диаспоры. Во-первых, конечно, наибольшее количество исследований по киберэтнографии, если касается такой национальной этничности, в Соединенных Штатах это мы все про диаспору. Есть истории про не из первых это история исследования вообще, что такое диаспора, диаспора и интернет, это вот как только появился интернет, диаспора тут же это все на себя приняла, потому что это была прекрасная возможность для того, чтобы общаться со своими и найти своих. Они наиболее серьезно развивались в этом отношении, у них были всегда какие-то такие очень активные форумы, активное общение, какие-то новые наработки, разработки, все новое, диаспоры для себя принимают. И не так давно у меня был курс в Высшей школе экономики по киберэтнографии и у нас было задание студентам изучать диаспору. И сейчас ситуация такая, что диаспоры очень сильно закрылись, именно диаспоры и этнические сообщества России, о которых мы можем еще поговорим. Они закрылись, потому что вот они считают, ну то есть это вообще стало таким абсолютно закрытым пространством, очень сложно туда войти и практически тебя банят сразу же, когда задаешь вопрос такой невинно, а что там, что, почему, где вы, кто, некоторые в этом видят какую-то угрозу, некоторые просто считают, что это их собственный дом, пространство, пожалуйста, не входите туда, кто бы ты ни был. Вот такое исследование, которое мы буквально заметили сейчас, но в целом, это по таким небольшим проблемам, таким неожиданным сложенцам, с которыми мы столкнулись, в целом киберпространство это абсолютно их пространство, это и земля нигде, и они перестраивают, переделывают отношения с родиной, как-то по-своему ее перестраивают, привносят что-то в нее, например, расскажу про румынскую диаспору в Италии, она, у меня была целая история формирования, вообще изначально она такая была очень разрозненная, все с другом очень плохо общались, и следователи называли такой, как сказать, этап каннибализма, то есть они все с друг другом ругались, это было невозможно туда заходить, потому что всем все не нравилось, все говорили вот все нормально, пока наши не придут, но бывает такое, вот уже некоторые на русских своих, вот они там не очень хорошо могут где-то что-то сделать, допустим, сами про своих мы так иногда не понимаем, и здесь точно так же румыны, что здесь невозможно с вами в Италии жить, а потом случилась такая история, что один из цыган, неизвестно даже румынский он или нет, он совершил убийство, и все начали говорить власти Италии, и Рима, что вот надоели тоже действительно румыны, сколько можно это терпеть, потому что очень много проблем от диаспоры и вообще от жителей, вот тогда начался новый этап, потом этап единения, о том, что все стали, ну вот, когда угроза внешняя пришла, это абсолютная, то он сменился на то, что все стали друг друга поддерживать, это стало таким единым сообществом, которое еще везде искало так поддержку, заботу от своих, от чужих, то есть такая внешняя угроза, причем все на уровне виртуальности, все же друг с другом общаются на определенном сайте, в форуме, она повлекла свое объединение. Еще одна такая интересная, ну, такой тоже кейс про диаспору, это диаспора вьетнамцев, которые были не согласны с коммунистическим режимом, в годы войны они уехали в Австралию, в Таиланд, и затем, когда после отъезда они тоже все объединились, они создали сайди, они создали совершенно такое дельное сообщество, в котором, ну, где они сделали все, что было, допустим, там, свергнутый монумент, переименовали город обратно, как он назывался, столица, то есть, в Сайгон, то есть, они сделали совершенно то пространство, в котором они жили раньше, и начали даже воевать, один из участников вот этого сообщества, Львин Мо, про него писали, что он в прошлом носил боевую форму, держал в руках автомат АК-47 и бродил под джунглям с 201 полком Сибирманского студенческого демократического фронта. Сегодня он в деловом пиджаке и уже в офисе в Таиланде, однако все еще сражается с тем же врагом, но совсем другими средствами. Его оружием теперь является два настольных компьютера с частотой 233 МГц. Его поле битвы это киберпространство. Это история про то, что они начали активно каким-то образом подрывать какие-то сайты, официальные сайты Вьетнама, то есть это проявилось такое какое-то, не знаю, сейчас может быть назвали где-то боевиками, но люди, которые, во-первых, у них было собственное пространство, они еще немножко такие делали интернет-вылазки, чтобы так показать себя, как они вообще проживают. Это было тоже сообщество, которое так вот оно проживало. Здесь есть разные к этому всегда отношения к своей родине, то есть вообще у диаспоры, в интернете вот это мнение всегда как относиться к родине. Но меняется украинская диаспора при исследовании в любых 90-х годах. С одной стороны, они всегда показывали, вот да, мы с родиной, мы с Украиной, но при этом при каких-то проблемах или вообще при возможности они всегда себя от этого отделяли. То есть в целом мы все равно не совсем вот та Украина, мы вместе, но мы не совсем вместе. Это вообще во многом позиция такого диаспорального какого-то мира, что мы, это всегда тяга к родине, но родина, в которой возвращаться не хочется. То есть такая относительная двойственность, которая свойственна диаспоральным отношениям в сетях. Еще одна тема, которая популярна в России нет, а в Соединенных Штатах очень даже да, это киберрасизм, который здесь происходит наоборот. Здесь уже, если никто в интернете не знает, что тут собака, здесь никто в интернете не знает, что ты расист. То есть казалось бы, что интернет, сперва казалось, что интернет появился, и это дает нам тоже определенную свободу о том, что прекратились вот такие, допустим, ну это мир, в котором нет расы. На самом деле, все решили, нет, это мир, в котором расизм усиливается гораздо сильнее, и еще, то есть благодаря анонимности, еще больше собираются сообщества, где можно вообще себя как-то проявлять и быть каким-то определенным лидером. Одно из первых судебных разбирательств, оно было в 96-м году, один из американцев послал студентам, по-моему, китайцам, письмо о том, что он сделает целью своей жизни, чтобы их всех уничтожить. И его, действительно, его судили на какое-то время, ну, не на очень продолжительный срок, но, тем не менее, было запрещено приближаться и к этому кампусу, тех студентов китайских, про которых он писал, и лично общаться с этими студентами. И было очень несколько таких разбирательств, и наиболее сейчас популярный сайт от Stormfront, он у нас закрыт, вообще он закрыт не только у нас, в многих странах Европы, но он имеет огромное количество жителей, таких, не жителей, конечно, а пользователей, которые как-то по-своему высказываются, и там даже какие-то интересно было, как они выбирают такие сникнеймы на сайте Stormfront, например, Железный Человек, мужчины, Железный Человек, Спартанис, фон Бисмарк, а женщины выбирают такие именования себя, как классическая богиня, арийский ангел, норвежская красавица. Вот, пример, пользовательница Белая Роза объяснила свое предпочтение своего ника следующим образом. Я выбрала это имя, потому что я люблю Розу, особенно Белый, символ любви, чистоты и дружбы. Я горжусь тем, что я Белый и люблю все англосаксонское наследие. И действительно, это, то есть, исследовать гиберрасизм, американские вьют тревогу, что очень много здесь только зарегистрированных 300 тысяч, а сколько незарегистрированных, которые могут читать эту информацию. Но при этом они замечали такую вещь, что внутри этого сообщества есть тоже по-своему такой гендерный, если можно выразиться, расизм, потому что женщин, например, им приходится создавать отдельные какие-то диалоги, потому что мужчины никогда не воспринимают всерьез то, что они говорят. Поэтому здесь и даже внутри уже самого сообщества происходит определенная градация. Здесь, ну, то есть, вообще, еще есть такие определенные стереотипы, про которые также говорят исследователи. Например, о филиппинках в интернете есть ощущение, что это обычно что-то связанное с эротикой. То есть, и вообще стала Филиппина ассоциироваться с этим. Вот, это одна из тоже таких проблем, которую создал интернет. То есть, из-за того, что изначально было, то есть, какие-то очень популярные сайты по ретическим услугам филиппинок, сейчас это все подразумевается абсолютно на всех филиппинах женщин. Вот, это из таких сложностей, с которыми исследователи, которые говорят, и которые происходят несмотря ни на что. Тема киберрелигии это вообще отдельная тема, очень интересная, мне она очень нравится, как отдельное такое исследование, потому что киберцеркви это определенная, ну, вообще церковь, и вот религия пережила определенную трансформацию через социальные сети. в частности, вот это про появление киберцерквей, которые появились еще в 80-е годы, это тоже было к экспертцеркви, в которых можно было поговорить, пообщаться. В дальнейшем происходила трансформация этих сайтов, и стали появляться сайты, где можно просто сделать какой-либо ритуал. Не знаю, обряд пуджи, если мы говорим про православие, ну, про православие это еще не так, но даже появились определенные киберцеркви, которые вообще существовали только в рамках сайта. То есть какие-то религии, например, была история про умсмирюкё, которая, может быть, вы знаете, в Японии совершила теракт, она была совершенно запрещена, она имела колоссальное такое культурное наследие, запрещена в Японии, и теперь она переехала в интернет, потому что просто у них нет возможности, ну, открестилась от своих прежних, так сказать, деятелей, и теперь она переехала в интернет, потому что просто в реальности невозможно проводить уже какие-то им службы, потому что вот то наследие с терактом, которое произведено в метро Японии, он как бы помнится до сих пор, они просто боятся за свои жизни. Вообще популярные точно так же киберпаломничества, то есть ну, не популярные, а вообще первое паломничество, которое было совершено, его совершил не кто-нибудь, а Иоанн Павел II в 2000 году он отправился на место рождения Авраама, потому что Саддам Хусейн ему запретил въезд в Ирак, на свою территорию, поэтому он провел его онлайн и приглашал всех, пожалуйста, подключайтесь, мы сейчас совершаем киберпаломничество, все идите за мной, и многие присоединялись, совершали вот такое вот онлайн-паломничество. Про это огромная дискуссия, как это все проводить, с пандемией еще больше стало вопросов, можно это делать или нет, например, у нас на исследовательнице проводило исследование по киберхаджу, то есть вообще насколько это все возможно и реально, засчитывается, не засчитывается, пока, конечно, нет, не засчитывается, но все идет к тому, что есть некоторое облегчение в плане кибер такого нового осмысления мира. По поводу следующая тема, это про пандемию, точно так же произошло, я просто расскажу про буквально несколько примеров, которые произошли, показать, как вообще трансформируется церковь через кибер и когда роль кибер усиливается. Все вы помнят, что были закрыты церкви и были большие проблемы о том, как вообще проводить теперь, как исповедоваться, как причащаться, все закрыто, вопросы, ответы, прямые включения из русско-православной церкви. И что было вновь замечено, когда только началась пандемия, митрополит Илларион сказал, по-моему, кто задал вопрос, он не в значай сказал, ну вообще, если что, исповедоваться, ну если совсем не в моготу, то можно и по телефону. И новость была такая страшная, вот все, все, все конец мира русская православная церкви официально разрешила исповедоваться, но заодно потом и добавили, и причащаться в интернете. Митрополиту Иллариону пришлось еще раз записывать видео, что он совсем другое имел в виду, что в крайнем случае можно исповедоваться и вообще это такое дело, ну никакого официального разрешения не было. Прошел год, и я ездила в полевое исследование к епископу Магнитогорской церкви, отцу Зосими, и мы с ним уже разговаривали, я говорю, как вообще вот в отношении исповеди, и все сразу же говорят, ну исповедь по скайпу, по телефону, в этом нет ничего плохого. То есть, буквально за год ситуация произошла к тому, что вот эта вот, вот эта ситуация, которая еще с Илларионом была, она привела к тому, что в принципе сейчас таких запретов нет. Понятно, что на причастие и еще на какие-то другие вещи, например, история с лжицей, что раньше еще в 19-м году почитать из статьи заразиться невозможно. А здесь получается, что вообще-то нежелательно, то есть появились вот эти, то есть, либо спиртовой раствор, либо ложечки пластиковые, пластмассовые. Это тоже такая дискуссия, которая не очень любят обсуждать русские православные, что вот они вынуждены, у них такие условия, здесь, а что, ну, приходится вот так адаптироваться. То есть раньше такое абсолютно священное такое, как бы, отчасти такое мнение, что это невозможно, все всегда, ну, это священное, то есть в этом была степень сакрального. Сейчас эта сакральность, она ушла. Тоже, не знаю, благодаря или вопреки, или во время пандемии, вот это произошли такие вещи. Ну, и прошли разного рода, стали проходить онлайн-службы, все по-разному к этому относятся. Кто-то говорит, что вообще онлайн-службы, они выступают не то чтобы против, но многие люди стали относиться к этому, что я очень люблю онлайн-службу, рассказывала пользовательница, что можно вот все успеть, и службу послушать, и картошку почистить, и дома прибраться, и бедные батюшки в этом смысле очень переживали, что на самом-то деле все, вот это вот коллективное принятие, которое происходит в церкви, оно, конечно, теряет себя. Вот. Я хотела бы рассказать немного и про саму этничность, таковую, про народы, которые мы исследовали, исследовали буквально вкратце, про два народа очень похожих в виртуальной этничности, то есть, что это такое, сейчас мы поговорим про конкретных, на конкретных двух примерах, они очень похожи, но они разные именно в виртуальном плане. А есть такой, народ кряшины, они проживают в Татарстане, они официально не признаны, не входят в состав татарского населения, но они в себя все равно отражают как отдельным народом. Соответственно, не будучи возможностей проявлять себя часто в реальности, кряшины очень активны в виртуальности, то есть, что если что-то появляется, кряшины сразу же поддерживают, причем жизнь в реальности явно не столь активна, чем в виртуальности, вот, много благодаря вот такой позиции непризнанности, и у них есть даже два таких то есть, на самом деле, когда приезжаешь, все друг с другом хорошо общаются, они друг с другом общаются, взаимодействуют, но есть у кряшины на самом деле две такие группировки, которые происходят в двух группах в социальных сетях ВКонтакте, одна из которых такая оппозиционная часть, такая анти, ну, так они называют, называют, что те кряшины прокремлевские в плане не московского Кремля, а казанского Кремля, а те говорят, ой, это просто такие оппозиционеры, правый сектор, это вообще не про нас, и вот они так собирают друг с другом, очень страшно спорят, встречаются в реальности, там, мир-любовь, а здесь они спорят по тому, как вообще нужно кряшно себя проявлять, допустим, оппозиционеры считают, что нужно активнее себя проявлять, что мы отдельный народ, они не входим никуда, и вот такая у нас позиция, а другая группа говорит, что нужноено проявлять себя очень аккуратно и вообще в взаимодействии со всеми вокруг структурами. Вот, одна из таких, я буквально прокомментирую, что появляются хэштеги, которые также влияют каким-то образом на этничность. Например, вот стал очень популярный хэштег «я кряш», просто «кряшины», «я кряшин», он как раз стал очень популярным на фоне того, что стала проходить перепись. Вот ее ожидали в 2019 или 2020 году, она была проведена в прошлом году из-за пандемии. И на фоне, допустим, вот этого переписи, в переписи для кряшин чрезвычайно важно записаться кряшинами, показать, что вот есть кряшины и татары, потому что в 2002 году была история, что записывали, но не рассказывают нас карандашом кряшины, а потом переписывают татарами. И при усилении такой ситуации, что здесь нужно себя каким-то образом позиционировать, стал, наиболее получил всплеск кряшинские хэштеги, вот гораздо чаще стали писать «минкряшин», «я кряшин», хотя раньше, допустим, были более популярные хэштеги «минкряшин», но кряшин это на их языке, «минкряшин», и он в переписи кряшин не надо писать, надо писать кряшин. Поэтому здесь одно замещает другое, как раз именно это потому, что в преддверии переписи не нужно путать одно с другим, что называйтесь «минкряшин», но помните, что нужно вообще называться официально, написываться кряшинами. Одно из таких наблюдений, и есть разного рода мемы, что у них целая есть там группа в Инстаграме, мем подобным образом, то есть какие-то такие шутки, которые они придумывают, кряшины про себя, и это тоже как мемы, это отдельное какое-то отражение культуры, которое предстоит тоже, конечно, еще очень много изучать, как вот эти мемы, они тоже поддерживают и в этих шутках, в таком народном фольклоре нынешнего мира, киберпространстве, как это все проявляется. Другой пример – это нагайбаки, про которых мы упоминали, это коренной малочисленный народ, проживающий на Южном Урале. У нагайбаков, в отличие от кряшин, у них с их признанием все хорошо, они признаны коренной малочисленный народ, чем они похожи, кряшины, они похожи тем, что вообще это примерно так, все вышли из одной территории, все говорят на тюрском, при этом православные. У нагайбаков они немного были переселены в другую часть России, в Челябинскую область, у них сложилась совершенно другая этническая судьба, чем у кряшин, проживающих в Казани. Там случилась другая история, они благодаря каким-то совершенно каким-то чудесным образом работы этнического лидера Алексея Маметьева сумели войти в перечень коренных малочисленных народов, и в принципе нагайбаки такие очень удовлетворенные в этом плане народ, и они гораздо активнее в реальности, у них есть ансамбли, музеи, они все это показывают, поют, и очень мало они пишут про себя в виртуальности. То есть это как будто бы и не надо, и в отличие от кряшин, это не столь популярно, просто потому что в реальности все в порядке. Вот есть у них какие-то определенные группы, очень малочисленные, то есть там что-то такие нагайбаки, анти-нагайбакских казаков, как правило, очень мало таких переписок, мне даже одна нагайбачка, которая уехала в Казань и стала такой немножко уже полукряшенькой, вышла замуж за Кряшина, она говорит, я себе не представляю, чтобы на гайбаке у них была какая-то переписка о том, что они, ну там есть у них у Кряшин переписка так называемой силы Кряшин, в котором они все что-то очень активно каждый день что-то пишут. Я не представляю, чтобы на гайбаке такое писали, это в принципе невозможно, потому что, ну у нас такое более какое-то закрытое что ли сообщество, это сложно себе представить. Вот я про то, что говорила про виртуальные этнолидеры, вот например есть такой нагайбак Сергей Васильев, который вообще не живет на гайбаксском районе в Челябинской области, живет в Орске, но он стал активно рассказывать видео, провести какие-то разного рода такие там сказки, какие-то пословицы нагайбакские, всем стало интересно и стали слушать, и он стал таким одним из лидеров, и многие стали признавать этническим лидерам благодаря вот такой активному включению вот в это пространство, хотя в реальности с ним вообще почти никто не знаком, но все, и у нас проводили анкетирование, стали, согласно анкетированию, стали его таким таковым признавать. И он себя тоже стал таким ощущать, судя по общению вместе с ним. Вот, а один из таких тоже вопросов, точнее такой дискуссии, что нагайбаки переводили, это такое было очень такое для них значимое событие, что они переводили ВКонтакте на свой язык, это вообще была уже отдельная тема для всех народов, для них крайне важно, чтобы в социальных сетях было позиционирование их языка. Здесь речь идет как раз о позиционировании, никому не надо вот по такому прям желанию, ну это не только касается, конечно, нагайбаков, еще есть там про Ивенков такая же история, про Карел, все прекрасно говорят на русском, никому это в действительности не надо, все все понимают, но наш язык там, то есть мы там, мы отдельные, мы уже себя каким-то образом можем позиционировать, это уже такой отдельный такой бренд своего народа. И мне нравится тема, которая может быть как отдельный кейс когда-то можно прописать в статье, что вот у меня был такой обряд Ашберу, который, у нагайбаков есть обряд Ашберу, и однажды мы его сняли, смонтировали, выложили в интернете, и там очень много стало происходить комментариев, и там назначились настоящие баталии о том, кто же такие нагайбаки, и нагайбаки стали вот под баталиями, там казахов, нагайцев, они все говорят, да нет, нет, что, при чем тут, вы, обряд Асберу, это наш вообще казахский обряд, датары говорят, это вообще как что-то вот такое наше, про жертвоприношение, это вы, ну то есть началось такое притягивание, многие татары сказали, давайте покайтесь, поменяйте веру, возвращайтесь вам, все, Аллах простит. Ну что нагайбаки говорят, нет, это вообще наше совершенно единое, мы уже, то есть и в этих диалогах начался разговор про то, а кем же мы являемся. То есть здесь никто ни на что влияет, следователь ни на что не влияет, но это совершенно накладывается информацией про то, кем же мы являемся, кто мы такие, откуда мы произошли, и просто это стала площадкой про разговоров, про собственную идентичность, а что нам интересно. То есть она таким образом создалась, и я очень рада, что просто это такой повод видео, а там собственные разговоры, и я как этнограф, и мы как этнографы на это не влияем. И, наверное, один из таких последних слайдов и вообще рассказ про виртуальную этничность, это про то, про виртуальных героев. Например, я в Питере познакомилась с женщиной, которая меня нашла, я сказала, знаете, я вот сама нагайбачка, у меня вот прадед, он генерал-лейтенант, губернатор Вильнюса Иван Исаев, начала показывать информацию, фотографии с ним, и проблема в том, что нагайбаков нету лидера такого исторического, не в поисках его. И когда я вот эту информацию про эту историю, потрясающую историю, вот такой нагайбак из села Астраленский, ой, как здорово, выложила в социальных сетях, нагайбаки все обрадовались, все стали гордиться тем, что это их родственник, и началась даже такая конкуренция среди фамилий, то есть Исаева, это очень популярная нагайбакская фамилия, все начали искать, вот чей же родственник, вроде наш, нет, это все-таки по нашей Исаевской линии, это наш родственник, целая конкуренция общения, и кто-то говорил, да нет, знаете, просчитал, говорит, это все-таки вот тот Исаев, это наш, кто-то говорит, слушай, мы поздравляем с таким знатным предком, все стали поздравлять, вот поиск хорошо кончился. Одна из женщин сказала, написала по этому поводу тоже, по-моему, в Одноклассниках, когда слышишь знакомые фамилии, как-то приятно в душе становится. Чтобы не говорили нагайбаках, я люблю свой народ, особенно приятно слышать о достояниях нашего народа. Очень много нагайбаков, которыми можно гордиться. Суммируя здесь сказанное, я хочу сказать, что, с чего я начала, что вообще эта тема, которую мы здесь так затронули, мы ее сделали, вот вместе несколько книжек, в книжках представили, это такое как бы начало пути, начало творческого пути, начало поиска, потому что то, что мы сделали, помню, что мы как мы писали в книге, вот что-то меняется, быстро мы переписываем введение, такое введение, что, с чего начать книгу, там у нас какой-то момент, помните, был черный киберпонедельник, когда, по-моему, на сутки отключили Facebook и Instagram, и все перешли ВКонтакте, и вообще что-то такое нереальное случилось. Эта история была, она была такой яркой, и она быстро забылась, потому что сейчас уже другие истории. Поэтому здесь тот мир, за которым угнаться, нужно гоняться, и угнаться и сложно, и как-то вот это все, это еще формируемый такой объект, который, очень надеюсь, дальше будет что-то с ним происходить, ну, так оно и происходит, станет более понятно, будет более четко, как это изучать и что с этим делать. А на этом я счастливо вам сказать, что я вложилась в час нашего времени, поэтому благодарю. Совершенно верно. Спасибо большое за очень интересный, содержательный рассказ. Готовы ли мы задавать вопросы друзьям? У меня есть первый такой вопрос. Вот вы в самом начале и финале апеллировали к понятию «мы». Кто это «мы»? Может быть, ваша школа, может быть, ваши коллеги, ваша научно-исследовательская группа. Кто это «мы»? Книги пишите или еще что-то? Микрофон, пожалуйста. Про нашу группу. Ну, туда входит, я была как руководитель этого проекта Андрей Головнев, это директор «Кунсткамеры», который у нас во многом разрабатывал такую методологию, и люди, которые занимались разного рода кейсами. То есть это были религиоведческие кейсы, это различные исследователи, там, допустим, у нас «Киберхаш» изучала Зиля Хабибуллина, которая в Уфе научный сотрудник Уфимского научного центра. Из «Кунсткамеры» были исследователи немцев, немцев. То есть это исследование, там, допустим, религиоведа из Екатеринбурга, исследование из Москвы, то есть там какие-то кавказские отношения. Исследователи, так сказать, из различных научных центров, молодые исследователи, в первую очередь, у нас молодежный Гранд РНФ, из различных областей России. Вот это мы. Спасибо. Понятно. Скажите, пожалуйста, вот как сочетается у вас научно-исследовательская деятельность и творческая? Как оно связано друг с другом? Что из чего вытекает? Ну, спасибо, да. Но в том-то и дело, что одно из другого вытекает, потому что есть такая, например, вот есть режиссура игрового кино, и его никуда ты не вставишь в науку, как правило. Поэтому во многом, допустим, да, есть исследование, полевое исследование, изучение человека. Если ты занимаешься кино, тебе нужно очень хорошо понимать и искать сюжеты, искать сюжеты, которые происходят в реальности. То есть во многом вот такой поиск, погружение в человека, он дает понимание, как вообще делать, допустим, кино и сюжеты для кино, и вообще чувствовать. Кстати, очень важная вещь, просто раз мы сотронули эту тему, про диалоги. Когда училась в киношколе, меня просто поражало, насколько нереально, ну, мои однокурсники пишут диалоги про то, как люди просто так не говорят. Когда ты очень много слышишь голоса, который ты потом расшифровываешь, читаешь каких-то даже комментариев, еще расшифровываешь, прописываешь это, у тебя подсознание записывается на подкорке, как люди говорят. То есть они говорят какими-то фразами, вообще часто говорим мы какими-то обрывками фраз. Это более какой-то реальный диалог, который можно, допустим, сделать, и это мне помогла, допустим, в этом плане антропология. А с другой стороны, кино помогает тем, что это должна быть абсолютно четкая, законченная структура, желательно, что которую бы смотрел зритель и до конца досидел, и ему получил бы вот это удовольствие. Точно так же науку хочется сделать тоже драматургичной, интересной, структурированной, находить в ней какие-то такие сюжеты, которые можно сделать в том числе для кино, но чтобы это было также научно. Я, в принципе, думаю, что это вещи, которые между собой связаны и соприкасаются, и не было бы тут, если бы я не занималась бы этнографией, не было бы какого-то такого режиссера относительно отчасти сложившегося в некоторых жанрах и направлениях. И наоборот, здесь кино, оно помогает как раз такому мысли, как раз такому творчеству. И еще, кстати, точно так же про письмо, что сценарии – это письмо, книга – это письмо, это все объединения, которые между собой очень здорово работают, поэтому очень счастливо заниматься одним, когда ты устаешь от книжки. Сейчас у нас больше кинопроектов, занимаешься кино, а потом придет наука, ура, можно отдохнуть от такой бесконечной визуальности вместе с исследованием. Светлана Юрьевна, спасибо большое вам за такой увлекательный рассказ, очень увлеченно слушала. У меня, наверное, два вопроса будет. Первый, ну понятно, что сейчас тема виртуальной реальности очень актуальна для исследователей, это вообще поле, как говорится, открытое, а не паханное, как говорят. Вот с точки зрения вас, как исследователя, вы все-таки предпочитаете выход в поля или у вас сейчас в большей степени лежит интерес действительно к виртуальной этнографии? Это один вопрос. И допускаете ли вы возможность создания, но если говорить об этносных, вообще нечто третье или четвертое, которое не имеет отношения никакому этносу, создания просто виртуального этноса? Спасибо. Да, спасибо за интересный вопрос. В действительности, как человека, мне, конечно, нравится общаться с реальными людьми. Я считаю, что у меня отчасти в этом году я преподавала по Zoom два курса по кино студентам. Было очень сложно. Я сто раз пожалела. Кажется, такое облегчение как будто процесса. В действительности какое-то произошло утяжеление и качество работы, кстати, сильно упало у студентов. Поэтому, в принципе, я считаю, что нужно обязательно... Ну, это же соприкосновение, хочешь, не хочешь. Естественно, ты рад куда-то поехать, собрать материалы. Это все тебе дает какое-то такое вдохновение, почва для чего-то. В интернете мы сидим, да, вынуждены. Иногда это тоже ты заходишь, это все изучаешь. Это как бы менее так увлекательно. Ты вдруг все равно сидишь у себя за столом. Ты там поделал, другое поделал. Но посмотрел, и то есть ты сам себя увлекаешь, смотришь, что можно из этого сделать. И это мера, которая, ну, в принципе, мне, в общем-то, она нравится. В какой-то момент тоже бесконечная езда. Она, думаешь, так, нет, много ездить тоже не совсем полезно. Вот можно сделать здесь. Я бы сказала, что я получаю удовольствие от того и другого и третьего процесса, потому что всегда это смена ритмов и смена какой-то деятельности. А этносы в сети уже кое-что, кстати, какие-то есть, такие прям, живущие в сети сообщества, созданные, может быть, этнически. А, кстати говоря, история, вот даже есть отчасти такое, что сейчас ВОТЬ, это коренной малочисленный народ в Ленинградской области, их там, по-моему, по последней переписи меньше сотни или даже где-то уже десятки. Их совсем нет. Их вообще никто не может уже найти, существуют или не существуют, но они крайне активны в социальных сетях. То есть какие-то уже родственники, которые уже не ВОТЬ, они что-то придумывают, создают. У них огромные многочисленные тысячные группы, хотя в ВОТЬ очень мало. И тоже ищут своих чужих, кто был, кто там, активно создают какие-то проекты. То есть вообще, в принципе, народ умирая, он, возможно, воскресает в какой-то степени в виртуальных социальных сетях. Вот, может быть, такие могут быть вещи. Да, вполне возможно. Спасибо за лекцию. Два вопроса. Вот вы в названии вашей лекции сказали, что такая наука, которая изучает это все, называется киберэтнография. Но приводили примеры, например, религиозных сообществ, потом приводили примеры фанатских каких-то сообществ. Это тоже киберэтнография, потому что, ну, этнография, там, этнос, нации. А тут это не этносы. Вот. И второй вопрос. Есть ли такие этносы, которые, ну, никак не идут в виртуальный мир, отказываются от него? Да, спасибо. Давайте сначала начнем. Этнография – это что такое? Подразумевать посттермин этнография. Западные исследования считают, что это вообще исследование всего вокруг. Это и сексуальные меньшинства, это мы сейчас придут, исследователи, вас слушатели, исследуем слушателей лекций, которые пришли на эту лекцию. Это вообще все вокруг. Мы еще такие, как сказать, старорежимные, что ли, считаем, что этно – это скорее про народ. То есть есть какие-то такие религии, тоже как часть такой этничности, часто как маркер этничности. Да, тоже входит. Но мы, кстати, про… Ну, не включаем это в этничность, то есть как отдельно. Мы тут подавали тоже гранты, у нас религиозность. Этничности – это разные, конечно же, вещи. Здесь нужно смотреть… То есть мы придерживаемся такого западных исследователей. Почему говорю? Западные исследователи считают, что киберэтнография – это в первую очередь про вообще все сообщества. Но мы в первую очередь считаем, что этнография совершенно верно про этно. Вот мы как раз говорим про этно, про этно-исследование, то, что мы делаем. То есть на своем поле, да, у нас этнография касается народов. Ну, ходим там в религии, то в рамках стараемся таких этнических сообществ. В западной такой концепции этнографии, там как такового этно уже не работает, там больше таки национализм, расизм, такие темы, термины. И там как раз этнография – это вообще абсолютно про все. Даже шире, чем я вам говорю, это такой широкий термин. Это про этнографию тема дискуссионная, как это все подразумевать и что в это включать. По поводу народов, которые не идут на контакт, кстати, их все меньше практически. Я даже, наверное, сейчас не скажу, что они есть, потому что какое-то время старообрядцы. Они от этого активно говорили. Вообще-то там история про телевизор была, что, ну, вы знаете, да, что это все запрещено. А про интернет тоже была дискуссия. И тоже они постепенно, постепенно все равно стали в это входить. И как-то относиться, я помню, что была пандемия. Часть там, кто-то у нас было проводили исследования. Часть говорили о том, что там какие-то батюшки о том, что нет, нельзя, все равно будем ходить в церковь. Ну, как может быть иначе, видео потом в итоге удалили, все равно часть людей перешли на какой-то онлайн-формат. И все равно происходит переписка, и все говорят, ой, здорово, смотрим знакомые лица. То есть они ищут в этом, и батюшки говорят, да, хорошо, пользуйтесь интернетом, но смотрите, чтобы там отработало все во благо, а не в минус. То есть не выступайте против, ну, то есть не пытайтесь этим заместить реальную веру. Проходите в храм, но если вам нужно с кем-то пообщаться из того сообщества, то, пожалуйста, это разрешается. То есть пройдут какие-то уступки. Ну, недавненько, несколько лет назад у нас было исследование на Чукотке, и мы там очень практически не могли собрать анкеты у людей. Вот там тоже с Чукчеми может быть тяжелее, потому что там на тот момент не ловил интернет. Но я не знаю, какая ситуация сейчас, потому что в Чуме очень многие все уже сидят с гаджетами, и все происходит в онлайн. То есть я тоже говорю, что те же линеводы, это уж наши последние столпы такой этничности, которые есть, индивидуальности, и они и то этим всем делом увлеклись, ТикТоком. Но сейчас, так как есть определенные запреты, многие, допустим, от этого стали отказываться. То есть какой-то происходит еще такой откат, может быть, как раз такое пересмысление, мы в сетях или не в соцсетях. Вот, поэтому скажу вам, что я такого народа от полного отказа я не знаю, но есть разные формы ограничений. Есть еще вопрос? Светлана Юрьевна, спасибо большое за очень интересную лекцию. Но вот мне хотелось бы ваше мнение услышать по поводу того, как с вашей точки зрения соотносится между собой понятие киберэтничность и национальность. Национальность, я думаю, что это термин, виртуальная этничность, да, это термин, ну это вещи, то есть может вы имеете виртуальную национальность, что-нибудь такое. Потому что национальность, это, ну как, допустим, да, если смотреть с точки зрения Андерсона и конструктивистского подхода, это все выстраивается на уровне такого. Нас такими создали, у нас есть какие-то границы государств, это все такое признанное, то есть через печать, ну там такая целая история, через печать, там через потом средства массовой информации мы чувствуем единение друг с другом, что мы русские. Хотя мы, допустим, нам не важно, что спортсмены на Олимпиаде побеждают, но мы чувствуем какую-то русскость, такую расисткость, не русскость здесь, а расисткость. И в принципе национализм скорее это прорасисткость, а этничность это скорее вот такое прорусское, что русские как отдельная, допустим, часть народа, которые старообрядцы. Это если вообще про этничность и про национализм, вот в таком плане, а виртуальная этничность это еще и этничность, которая может отдельно от себя, часть этничности, которая отдельно от себя, независимо может проживать еще и в интернете. Но если в таком очень кратком виде, то, наверное, так. Есть еще вопросы? Добрый вечер. Вот такой вопрос. Скажите, вообще вот виртуальность, интернет, они… Вот вы говорили о том, что разные этносы, допустим, с помощью интернета объединяются и как бы себя продвигают, да, то есть с другой стороны, ведь за счет общения вообще вот не ведет ли это к ускорению размывания, вообще понятия этносов, смерти определенных этносов, то есть насколько вообще это влияет? Потому что понятно, что, да, там можно одевать какие-то национальные наряды, да, вот и говорить, что я такой-то, да, то есть понятно же, что в стиле типы, которые в посрединенности используются, да, то есть они формируют этнос, а не то, что там на праздник делается, да, то, что если вы привыкли что-то есть, например, да, то есть мы говорим, что вот это вот наша кухня, да, а когда мы это делаем там на один праздник только, да, то есть, ну это уже немножко и так. Вот, вообще, как влияет на развитие этносов вообще интернет в целом? Спасибо, да, интересные вопросы, только здесь часть, так как влияет и постаралась по всей лекции сказать, часть отвечу по поводу размывания этничности. Это тоже такая была изначально, еще в 90-х годах, начало нулевых, вот интернет, нас, мы вообще станем все бесполыми относительно с существами, тоже никто не может знать, начиная с программом с собакой. Что все будет размываться. В действительности, этнернет оказался таким возможностью, наоборот, объединяться по группам. То есть нет такого, что, ой, я совершенно вне чего-то, вне какое-то конкретное сообщество. Например, про какие-то блюда. Ну, допустим, история, да, было нужно готовить там какое-то определенное блюдо, это наше национальное блюдо. Многие стали заводить ютуб-каналы, в которых они рассказывают, как готовить вот это национальное блюдо. То есть отчасти это стало таким возможностью возрождения, кто хочет, кто подзабыл, бабушке теперь не ходи. Вот у нас целые такие есть активисты, которых мы нашли, они очень популярны, знают, что среди российских немцев такая история есть. То есть оказалось, что, наоборот, это подстегивает. Видите, как получается с нагайбаками. В принципе, у них нормально в реальности. Им как-то, ну, они там, почему они незаметны? Потому что они там люди, видимо, активные, не проявляющие свою этничность. То есть, конечно, все они есть в интернете. Каждая бабушка там уже сидит, 70-летняя, в одноклассниках или ВКонтакте. Но они там себя не проявляют. То есть в этом смысле нет размывания, просто нет какого-то позиционирования. Как видим с Кряшиным, там просто такой, я Кряшин здесь, я Кряшин в Инстаграме. Я пишу об этом прямо в названии своего аккаунта. Везде про это прописываю, мы видим переписки. Это идет активное позиционирование. Поэтому здесь интернет, либо пользуешься как будто вот этой вот опцией этничности, либо и не пользуешься. Светлана Юрьевна, добрый день еще раз. Вот молодой человек вопрос задал, по сути дела снял меня с языка. Но вы как человек более глубоко погруженный в тему. Понятно, что интернет может способствовать разрушению, наверное, этносов. Ну так как вообще сам по себе интернет, это глобализация. Это обмен культур, это там неважно, там американский, не американский образ жизни, но стирание границ между народами. Ну вот по сути дела, как мы всегда это говорили, там при изучении международных отношений. А с другой стороны, то, что вы показываете, там когда можно спрятаться за аватарку, поменять цвет кожи, назваться именем из совершенно другого этноса, другого языка, вот этот расизм, сплачивание диаспоры и всего остального, все-таки больше-то какое влияние интернета и киберпространства, оно приведет к тому, что мир станет един. То есть можно ли сказать, что интернет – это этноплавильный котел, знаете, как про штаты говорят. Или наоборот, все-таки будут усиливаться этносы. И вот я вот сам про себя рассуждаю, слушал вашу лекцию, может быть вообще вот эта грань между реальным и виртуальным миром, она очень тонка становится в последнее время, надо понять. Сейчас у многих есть увлечение там, ну допустим, фильмами, играми, где есть какие-нибудь выдуманные этносы, народы, не знаю, еще какие-то общности. И они становятся настолько популярными, и человек как-то их притаскивает из киберпространства в реальный мир, что ему пароль, ну кажется, ему даже нравится, я знаю, что по итогам переписи люди как только себя не называли, что только не придумывали, что вообще никакого отношения ни к этносам, ни к национальностям, ни к чему не имеет. Но они начинают себя вот так вот осуществлять. Может быть, мы не знаем, там 20, 30, 40, 50 лет пройдет, и действительно будут киберэтносы. Вот ваш прогноз по этому поводу какой? Это вопрос, я прошу прощения еще, что немножко отвлекусь в сторону, когда вы рассказывали про то, что в интернете исповедь проходит. Вот вам, возможно, будет интересен такой факт. В 2020 году в разгар пандемии Вятский государственный университет, в стенах которого мы находимся, наверное, единственный университет в мире, который умудрился провести церемонию вручения дипломов выпускникам в игре «Майнкрафт». Когда отрисовали площадку для вручения, когда студенты заходили как раз под своими никами, как реальные герои, то есть они там выходили, получали диплом. И самая интересная легитимация этого процесса была обеспечена наличием в этой церемонии, в этой игре заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации. Ну, тоже достаточно интересный факт. Я думаю, что это будет покруче, чем какая-то исповедь в интернете. Но прошу прощения, что отвлекся. Все-таки вот возвращаясь к вопросу тогда. Какой прогноз вы делаете? Интернет разрушит этносы или, наоборот, приведет к усилению национальной идентичности? Я думаю, что здесь киберпространство – это какое-то пространство не… Ну, как сказать, отчасти оно уже начинает развиваться само по себе. То есть где-то оно, я говорю, ну, выступает здесь для кого-то инструментом, что это можно поддерживать. Кто-то, кто вне всего, говорит, я вообще тут прячусь за своей аватаркой, как Second Life. Кстати, очень недолго проживают эти аватары, это 2-3 года. То есть это вообще недолгожители, не навсегда ты это делаешь. Может, в старой, как мы говорим, когда мы взрослеем, вот уже в взрослом возрасте, вернемся к своим истокам. Здесь ни хорошо, ни плохо не размывается, ни усиливается. То есть все используют ее для каких-то своих целей. Вот нет возможности в реальности. Вот есть определенный еще какой-то второй мир, где укряшен, где мы можем это себя позиционировать. Такое же ощущение про, такая же история про киберхад, что вот стоит ли это делать, не стоит. То есть я не знаю, это размытие или это просто замещение. Это просто, так сказать, новый этап, виток какого-то жизни. Я думаю, что это ни в плюс, ни в минус нужно смотреть, а смотреть, как это все будет происходить дальше. Мы вне этого не можем проживать. И действительно, мне кажется, реальность и виртуальность, они начинают так скрещиваться, и это жизнь сливаться, и у вас потрясающий, конечно, пример про то, как действительно уже виртуальность выходит в реальность. То есть часто, и это тоже один из таких феноменов, которые мы наблюдали, что уже не мы влияем на виртуальность, как мы хотим, а виртуальность выходит вот к нам, и мы происходим уже где-то вот здесь, тоже по-своему такая вот, отчасти замещение. Ну, что-то... Наверное, есть тоже феномен, который требует научного изучения. Когда еще Фейсбук в Российской Федерации активно использовался, в те недалекие времена, у меня достаточно быстро переполнилась рамка в пять тысяч друзей в Фейсбуке. И просились друзья, люди, в общем-то, из разных частей мира, я столкнулся вот с чем. Пытался это как-то так тоже проанализировать, для себя объяснить. Люди из, не знаю, как сказать, чтобы никого не обидеть развивающихся стран, мне не хочется говорить там стран третьего мира и так далее, просились друзья почему-то не под своими именами и не под своими аватарками. То есть я потом, я по ленте-то смотрю, понимаю, что он проживает в Африке или где-то в Юго-Восточной Азии. Все, что он там в ленте выкладывает, показывает его настоящее лицо, его интерес и его жизнь. А при этом на аватарке ему хочется быть европейцем, не знаю, американцем, кем угодно и называться каким-то Джоном Смитом. Те люди, которые, соответственно, из Европы, англо-саксонского мира, то есть таких развитых стран, они не стесняются, они под своими именами. Вот тоже очень интересный момент. Возможно, что это показывает отношение к себе, к своему государству, к своей национальности, к своей родине. Стесняешься ты, гордишься ли ты? Ну, не знаю. Какой-то тоже очень интересный момент, когда киберпространство заставляет людей показывать свое отношение к своему происхождению, наверное, вот так. Но это не вопрос, это просто такая реплика на рассуждение. Да, спасибо. Это такое понимание себя. Это все равно вы рассказываете про такое, так сказать, западное мышление, что Запад – это вот века части вершина такой цивилизации. С чем, кстати, сейчас, не знаю, это отходит, это не приходит, как-то это не трансформируется в какой-то, может быть, степени сейчас из-за всех этих событий. Да, это очень интересно. Кстати, я тоже подумала, что это такой феномен добавления в Facebook друзей, которые вообще не настоящие, из разных стран. Я с ним тоже сталкивалась, но, да, интересная тема. Спасибо. 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 Спасибо.